Приветствую вас. Смотрите, Сергей, вы задаете свой вопрос относительно того, как наладить отношения с родителями. С одной стороны, вопрос, конечно, очень важный. Как наладить отношения с родителями важно, нужно, полезно, ценно и необходимо. Но, понимаете, чтобы наладить отношения с родителями, нужно, чтобы вы сами сперва, хотя бы, чтобы вы сами определили, что является конфликтом в отношениях с родителями. Понимаете? Потому что на данный момент, вот на данный момент, как это вижу я, никакого четкого определения конфликта нет. То есть вы, по факту, по факту, вы не написали, в чем заключается сложность. А вот именно, ну и в чем заключается, собственно, противоречным, да? Вы об этом не написали. И, исходя из этого, я делаю вывод, что решить сам конфликт для вас, ну, видимо, не так важно. Возникает вопрос. Тогда. А если решить сам конфликт для вас не так важно, то что же тогда для вас важно? Вот вы говорите, что из-за того, что между вами и родителями не все ладится, вы прибегаете к наркотикам. Но при этом вы не описываете ситуации, по причине которой у вас с родителями не все в порядке. А значит, мы вам помочь не можем, получается. И если мы вам не можем помочь, помочь, то получается, что вы, возможно, сознательны, возможно, не совсем сознательно создали такую ситуацию, при которой оказать вам действительно значимую, серьезную помощь не представляется возможным. Но при этом, при этом вы употребляете наркотики. Ни для кого не секрет, я полагаю, что наркотики вызывают привыкание. И если вы отдаете себе в этом отсчет, то срочно обратитесь к наркологу для оказания вам помощи, значит, в избежании привыкания к ним. Вместе с этим, вместе с этим следует понять, что к наркотикам вы пришли не просто так. У этого есть своя причина, и причина заключается в нежелании брать ответственность. Ну, например, за, допустим, себя, за, допустим, свою жизнь, за, допустим, то, что происходит с вами, за, допустим, то, как ситуация происходит с вами. Давайте, вот, здесь, здесь нужно четко этот момент понимать, что наркотики в данном случае, в данном конкретном случае для вас, это, по сути дела, всего лишь цель. То есть, основная сложность не в том, чтобы помириться с родителями и сделать так, чтобы между вами было все хорошо. А основная сложность именно в том, что вы испытываете, вероятно, тягу к наркотикам и подсознательно пытаетесь оправдать то, что вы к ним стремитесь. Конечно, ваши отношения с родителями, они, безусловно, потолкнули вас как-то к этому. Но вы сделали свой выбор. Вы сделали выбор в пользу наркотиков. Вы не сделали выбор в пользу, например, изменения ситуации. Вы не сделали выбор, например, в пользу того, чтобы, ну, как-то скорректировать свою собственную жизнь. Ничего этого вы не сделали. А вместо этого вы предпочитаете уходить в мир, значит, ну, в мир наркотиков, в другую реальность и так далее. Потому что там вам как-то вот может быть лучше, там вам спокойнее, там вы чувствуете себя хорошо. Но необходимо понимать, что это лишь иллюзия. Что это временное, поверхностное решение проблем. Для глубинной, основательной решения, решения проблем, для глубинного решения проблемы нужно, чтобы вы взяли на себя ответственность за свою жизнь все-таки. Чтобы вы как бы сказали себе, да, я готов что-то делать для того, чтобы выйти из этой ситуации. Да, я готов как-то, как-то действовать, чтобы эта ситуация со мной больше не повторилась. Да, я готов. И вот тогда и только тогда вы можете рассчитывать на то, что ситуация изменится. Что касается родителей, здесь ситуация такая. Вряд ли имеет смысл говорить, что родителей вы не поменяете и не переделаете. Это, я полагаю, я надеюсь, это понятно, что невозможно. Доказать что-либо родители, ну, по факту невозможно тоже. Это означает, что есть два пути развития ситуации. Первый путь заключается в том, что родители вас любят. И вы, понимая, что родители вас любят, отдавая себе отсчет в этом, в том, что они вас любят, показывают. Показывайте им, что то, что вы делаете, то, чем вы занимаетесь, это действительно то, чего вы хотите. То есть, по сути, вы переориентируете своих родителей на, значит, ну, на себя, на свои нужды, грубо говоря. И пусть, пусть это происходит не сразу, пусть это происходит как-то постепенно, пусть родители не всегда вас понимают, пусть родители беспокоятся за вас, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но все равно, все равно, если вы будете упорным, терпеливым и упорным, то родители ваши увидят, что то, что вы делаете, вам действительно приносят радость, счастье, наслаждение и так далее. И они примут ваши позиции. У них не будет просто-напросто никакого выбора. Если вы, значит, ну, не будете упорным, а будете проявлять слабость, значит, при взаимодействии с ними, будете пытаться что-либо доказать им, то вот в этом случае ситуация рискует не улучшиться, а наоборот укочиться. Потому что для родителей ваши такие вот попытки доказать что-либо означает то, что вы не уверены в себе. Вот, ну, просто вот в себе не уверены, а вы. И все. Если вас интересует успех, то эта позиция определенно не для вас. Существует, конечно, и другой путь. Этот путь, он такой, что родители вас не принимают. Этот путь такой, что родители не преследуют цели, такой, чтобы вам было хорошо. Это путь скорее такой, что родители думают о себе скорее, скорее о себе, нежели чем о вас. И в этом случае, лучше если это действительно так, действовать нужно исходя из этого. И если действовать исходя из этого, то думать нужно. В первую очередь, конечно же, о себе самом. То есть, если родители не интересуются вами, если родители действуют только в своих интересах и только, значит, потому что они так хотят, то я полагаю, что не имеет смысла тогда и обращать на них внимание. И действовать только исходя из того, чего вы сами для себя хотите. По поводу наркотиков, мне бы хотелось отдельно пояснить так. Вам наркотики что-то дают. Ну, вне всякого, вне всякого сомнения. Вам они что-то дают. Нужно понять и увидеть, что конкретно дают вам наркотики, что вы получаете от них, чтобы это получать другим путём. Не таким, каким вы получаете это сейчас. То есть, те желания, которые стоят за приёмом наркотиков, они реальны, они естественны, они имеют место быть, они правильны для вас. Но, тот способ, который вы выбрали для реализации этих желаний, оставляет желать лучше, потому что он, этот способ, вам вредит. И вот, чтобы этот способ вас не вредил, да, нужно, чтобы вы знали, как вы сможете удовлетворить свои потребности другим путём. Ну, чтобы, чтобы не просто у вас был, именно, знаете, стимул лишить себя наркотиков, да. Это, ну, немножко не то. Тут момент другой, не стимул лишить себя наркотиков, скорее. А тут, скорее, цель грамотно обозначить свои желания. Вот так, я бы сказал. Поэтому, поэтому, на эту тему тоже я рекомендую вам подумать, ну, просто потому что это важно. Вот. Вот. Ну и, и определитесь всё же, чего же вы хотите для себя всё-таки. Что вам нужно всё-таки для себя? Какая у вас цель всё-таки для себя? Знаете? То есть, эээ... Какую цель вы пришли сюда, например, на сайт? Что вы ожидаете от психологов? А, если вы хотите, например, эээ, чтобы вам помогли? Хорошо. Эээ... Это здорово. Эээ... Мы вам обязательно постараемся помочь. Но, как именно вы хотите, чтобы мы вам помогли? Что именно вы хотите, чтобы мы для вас сделали? Можем ли мы это для вас сделать? Большой, согласитесь, вопрос. Важный, согласитесь, согласитесь, важный вопрос. Мне кажется, что с... эээ... С проработкой именно этих моментов вам и нужно начинать. А дальше уже будет эээ... всё более ясно. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok